Здравствуйте! В этой истории о человеке, который попался о разбойниках. Скажите, что этот человек, попавшийся о разбойниках, сделал, чтобы получить спасение? Вот вы подумайте. Это то, что говорил Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехо и попался разбойником. Как вы знаете, Иерусалим — это город на горе. Город, который находится на вершине горы. Когда Давид хотел захватить этот город, когда этот город находился в руках Иерусалима, знаете, что сказали жители этого города? Давид, ты не сможешь захватить город. Даже слепые хромы нашего города смогут вас победить. Этот город находился на вершине горы. Поэтому, если мы посмотрим Библию, есть истории, как были захвачены многие города. Например, ну вот стены города, сколько можно построить? Где-то 20 метров высоты? Если враги принесут песок напротив этой стены, то они могут поднять, сделать сопку выше 20 метров, правильно? И тогда легко захватить. Надо просто собирать песок в... И тогда оно будет подниматься на 10, на 20 метров. И тогда они могут сделать гору выше, чем Сина, и тогда победить. Да, город Иерусалим называют городом Сионом, городом Давидовым. И этот город находится на вершине горы. Иными словами, даже если будут бросать песок около стены, оно будет падать вниз. И поэтому Давиду захватить город Еусей было почти невозможно. Поэтому, хотя пришли многие враги, но городе Иерусалим был в безопасности. После того, как Давид воцарился, Давид решил построить храм Божий в Иерусалиме. Но город находится на вершине горы, как же можно его захватить? И Давид думал. Есть город. Идет дождь, правильно? Но откуда-то ведь должна же эта вода стекаться вниз. И если мы поднимемся через канализацию, мы сможем захватить. И так он поднялся через водный канал и смог захватить город Еурсалим. Если мы внимательно посмотрим Библию, мы сможем найти подобные вещи. Расскажу. Человек, который попался разбойником. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойником. Верно? Иисус говорит. Разбойники сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Что значит остался едва живым? Это значит, что он может идти? Может ли он убежать? Нет. Верно. Так произошло с человеком, который попался разбойником. Что это символизирует? Это показывает духовное состояние людей, которые ничего не могут делать. Аминь. Аминь. Давайте я вам поясню. По случаю, шел один священник, но прошел мимо. Я вам задам вопрос. Когда увидел человека, попался разбойником? Это ведь доказательство, что есть разбойники рядом. Верно? Увидели его и думают, здесь есть разбойник. И если что, меня тоже могут поступить так же. Разве такие мысли не придут? Конечно, посидят подобные мысли. И хотя он священник, он сразу же убегает. И левит прошел мимо. Верно. Так ведь? Некоторые самарянины же, проезжая, нашел на него, кого лишь символизирует этот самарянин. Это Иисус Христос. Он, рискуя своей жизнью, спас нас. Что написано здесь? Иисус спросил, что в законе написано? Как читаешь? Когда мы читаем закон, люди, которые есть свои мысли, которые понимают, они скажут, я не могу исполнить закон. И будут следовать за милостью. Тогда будут просить благодать Иисуса. Понимаете это? Люди, которые думают, что они могут исполнить закон, они будут прилагать усилия исполнять действия оповедей. Но никто делами не может оправдаться перед Богом. Если мы сами можем спасти себя, для чего Иисус должен был прийти на землю? Здесь есть важный момент. Людей этой планеты можно разделить на две группы. Один — это тот, который спасает. А второй — это спасание, то есть те, которых нужно спасти. Верно? Верно? Скажите, Иисус — это спаситель или тот, которого нужно спасти? Он же ведь спаситель, верно? Он тот, который спасает. А мы? Мы, скажите, спасители или те, которых нужно спасти? Кем мы являемся, скажите? Скажите, пожалуйста. Мы спасители? Поднимите руку. Мы спасители? Или мы те, которые должны получить спасение? Мы те, которые должны получить спасение, верно? Но сегодня в многих церквях, много служителей... Знаете, что они говорят? Что надо стараться стать добрым самарянином. Так говорят люди, которые не знают Писания. Как мы можем спасти кого-то, когда мы сами себя даже не можем спасти? Есть две вещи в Писании. Рассказывается, как мы получаем спасение. Спасение мы не можем сами совершить, поэтому нужен Спаситель. И самарянин — это Спаситель, тот, который спасает. А человек, который попался в разбойницу, — это тот, которого нужно спасти. В Библии очень ясно написано, Некоторый самарянин же шел той дорогою и нашел на него. Увидев его, жарился. И Питей, подойдя, перевязал ему раны, возливая мосты, вину, посадив на своего осла, перебез его в гостиницу и позаботился. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержать в гостинице и сказал, «Позабудься о нем». «Если сдержишь, что болеет, то я когда возвращаюсь, отдам тебе». Здесь Спаситель символизирует Иисуса. Верно? Символизирует Иисуса. А попавшийся разбойником символизирует нас. Верно? Так ведь? Давайте поговорим. В этой истории человек, который получил спасение, скажите, что он сделал? Кто знает? Что он сделал? Скажите, что он сделал? Он ничего не сделал. Верно? Так ведь? Он ничего не сделал. Спасение 100% происходит через Иисуса Христа. Если мы прикоснемся, это уже не спасение. Это просто помощь. Понимаете это? Ой, помог мне спастись. То есть, трудился и я, и трудился Иисус. Тогда это не спасение. Это просто помощь. Например, я плыву, и я немножко встал, и кто-то меня потолкнул. Это спасение или это помощь? Это помощь. Не спасение. Спасение. Спасение происходит тогда, когда я ничего не могу сделать. когда мы получаем спасение, 100% должен трудиться Иисус. Но если я добавлю то, что я сделал, это уже не спасение, а просто помощь. Понимаете это? Понимаете? В Библии об этом очень ясно написано. Знаете, в чем причина, почему они не получают сегодня спасение? Они исполняют субботу, делают добрые дела, они жертвуют, они говорят, я сделал то, 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 и все, и другое. И мы не так должны делать, это не спасение. Спасение происходит по благодати, где нет наших никаких усилий. 100% должно совершиться через Иисуса. Люди думают, что мне нужно стараться прилагать усилий, тогда я смогу получить спасение. В истории о человеке, который попался разбойником, о котором рассказал Иисус, вы посмотрите внимательно, что сделал человек, который попал за разбойником. Что он сделал? Он ничего не сделал. Верно? Только тогда мы можем сказать, что он получил спасение. Только тогда совершится спасение. 100% должно произойти только через Иисуса Христа. Но сегодня многие церкви спутали вещи. что теперь не могут получить милость и не имеют уверенности в спасении. Иисус Христос умер на кресте, проливая кровь. И если бы наше спасение произошло через Иисуса Христа, тогда нам ничего не остается делать, надо просто принять спасение, которое он приготовил. Но из-за того, что они правильно знают Писание, люди стараются делать просто то, другое, третье, четвертое, пятый. Знаете, как нужно вести духовную жизнь? Делать добрые дела, молиться, приносить дестину, исполнять закон. Ой, хотя я не имею, но Бог благодарен, что ты принимаешь нас. Потом, когда сошел, говорю, ой, Господи, прости. Разве у вас так не происходило? Скажите, нет? Верно. Почему нет уверенности в спасении? Потому что спасение этих людей не устроено стопрозом на Иисусе. А потому что Сатана искушает, говоря, что вы должны что-то сделать, чтобы получили спасение. Не обманывайтесь. Спасение не зависит от наших дел. Это голос Сатаны. Спасение 100% должно быть совершено через Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Иисус спросил, что в законе написано? И как читаешь? Иисус спросил, почему? Потому что закон можно понять так и по-другому. Я хорошо исполняю здесь заповеди. Я исполняю субботу. Поэтому мне кажется, что я получил благословение. Да? И делать то и другое. Не так, дорогие. Не так. То, что очищает наш грех. Не я вместе с Иисусом очищаюсь в свой грех. Тот, который был распят на кресте. Не я вместе с Ним был распят. Иисус был распят на кресте. За мои грехи Он был распят. И стопроцентно теперь мне ничего не нужно делать. Все происходит через Иисуса Христа. Аминь. Теперь 10 главы Евангелия от Луки что сделал человек, который попался разбойником? Он сделал ничего. Просто лежал. Самарянин же некто проезжая нашел на него и жарился над ним. Сердце появляется желание помочь. Потом появляются поступки. Написано «Подойдя». Кто подошел? Подошел Самарянин или подошел человек, который попался разбойником? Самарянин подошел. Спаситель подошел. Но сегодня многие люди они хотят подойти к Иисусу. Поэтому двигаются. Иисус должен подойти к нам. Написано «Первисал раны, возливая масло и вино». Сегодня есть очень много хороших препаратов. Много больниц, много аптеки. Но ранее, когда появлялась рана, то наливают сначала вино. Знаете, вот больница сначала делала дезинфекцию, и там есть содержание алкоголя. И в вине тоже есть алкоголь. Конечно, оно меньше эффективно, как средство без дезинфекции. Он добавляет алкоголь для того, чтобы дезинфекцировать рану. Потом, что важно, когда кто-то получает, например, ожог, знаете, вот кожа начинает гореть. И поскольку кожа не может защитить его от инфекции, мажут вазелин, чтобы вирус уже не мог проникнуть. И содержание в вине подобно вазелину. Сначала проводят дезинфекцию, и потом возливают масло для того, чтобы инфекция не вошла туда. И обычно сначала наливают вино, чтобы дезинфекцировать, а потом наливают масло, чтобы уже не проникал в вирус. А здесь написано, что перевязал раны, возливая масло и вино. То есть почему-то наоборот. Здесь уже есть духовный смысл. Масло символизирует Духа Святого. Вино символизирует радость. Когда Дух Святой входит в наше сердце, мы начинаем жить радостной жизнью. Он перевязал раной. Да, может быть, перевязал одежды. Однажды я с детьми поехал в город Тэджон. Я участвовал на свадьбе. И я их венчал. И тогда мне подарили очень хороший галстук. И, получается, мне дали этот галстук. Это была суббота, поэтому мы с детьми поехали и решили поехать в парк города Йонгин. Но вдруг грузовик, который был передо мной, он упал. Но люди не знали, что делать. Вдруг какая-то легковая машина приехала и остановилась. И выбежала оттуда женщина. У водителя очень сильно повредилась нога. И эта женщина сказала, «Эй, господин, дайте ваш галстук». Я дал галстук. И галстуком перевязал ногу. Поставив свою машину, эта женщина, она вызвала некоторых людей и поехала в отделе скорой помощи. А я просто наблюдал. Все наблюдали. Все-таки врач отличается от обычных людей. Написано, «Возливало масло и вино». Здесь написано «Масло и вино». Когда духовно входит Дух Святой, приходит радость. Вино символизирует радость. Когда сходит Дух Святой, к нам приходит радость и веселье. Написано, «Перевязал». Почему? Чтобы масло не улетело, чтобы вино не ушло. Перевязал. Потом, посадив его на своего осла, приводит его в гостиницу и позаботился. Добрый самарянин. Встречается человек, который попался разбойником. И написано, что сначала он жалился. «И это сердце, которое жарилось, ведь притягивает сердце. И написано, подойдя, перевязал раны, возливая масло и вино. И посадив его на своего осла, привязывая его в гостиницу и позаботился. На другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержать его синицы и просит, позаботься о нем. И держишь, что боли, я, когда возвращусь, отдам тебе». Десять работ совершил этот человек, который жалился. Аминь. И среди десяти этих дел сколько сделал человек, который попался в разбойника? Ничего не сделал. Все сделал добрый самарянин. Если вы прикоснетесь к вашему спасению, тогда сколько вы прикасаетесь, столько будет проблем. Верно? Чем вы прикасаетесь, тем больше будет проблем. Иисус должен совершить. Здесь очень интересное слово. А в Евангелии от Луки есть интересное слово. Здесь написано. Дал содержать его синицы и сказал, «Позаботься о нем, и если издержишь, что боли, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшийся разбойника? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, ты поступай так же». Иисус же сказал, «Делай так же». Правильно? Но если мы попробуем, мы узнаем, что у нас не получится. Верно? Если вы попались разбойником, сможете ли вы так поступить, когда рядом разбойники? Когда вы остались с вами, могут поступить так же? Сможете ли вы любить ближнего своего, как самого себя? Всей души, даже если мы будем стараться, у нас не получится. Мгновение, да, можем помочь. На короткое время мы можем сделать. На некоторое время мы можем это сделать. Но наша душа следует за нашей душой, как мы можем делать постоянно это. Мы не спасители. Мы те, которых должны спасти. Многие люди читают Библию наоборот. Многие люди считают, что они стали добрыми самарянина. Многие люди стараются стать добрыми самарянина. Апостол Павел говорит в послании Крималина, что знаешь, что нет во мне добра. Бог говорит, «Бытие шестой главе». И увидел Господь великое разрешение человека на земле. И что все помышления и мысли были зло во всякое время. Бог говорит, что все, что у нас есть, зло во всякое время. Верно. Все помышления зло во всякое время. Но люди так не думают о себе. Они думают, хотя я злой, но у меня есть также доброе. Я есть то, что я сделал хорошо. Так они говорят. Однажды, когда я шел в Тегу, в Падогне, я передавал это слово. У нас была сестра, которая работала в аптеке. Послушав мое слово, она сказала, «Пас, у меня есть вопрос». Она жила в районе Падог, где жили многие бедные люди. Есть люди, которые периодически должны приходить и покупать лекарства. Сегодня из союза по борьбе с туберкулезом предоставили лекарство. Но была одна девушка, которую звали Наммисон. Она умерла из-за болезни туберкулез. Очень было жалко ее. Когда мы проводили конференцию на Гори Тедок, летом мы проводим где-то 3-4 раза. И поэтому летом я почти нахожусь в конференц-зале. После обеда мы играем мяч. Даже сейчас, где-то в районе 4-х часов дня я играю мяч, и это очень интересно. Очень интересно. Одна женщина подошла и сказала, вот пришел родственник, вы бы не могли пообщаться? Я же пастор, и у меня просят передать слово. Разве я могу сказать, что я не могу, потому что мне нужно играть мяч? Нет, конечно. Поэтому я пошел, и там были мать с дочерью, и девочку сзывали Ким Ми Сон. Ей тогда было всего лишь 22 года. Она заболела туберкулезом. Потом она принимала лекарства, и почти выздоровела, и перестала принимать лекарства. Но от этого начались проблемы. Даже когда ты выздоровел, надо, говорят, принимать лекарства одно время. Потому что оно сразу вызывает сбой организма. И если принять лекарство, сразу можно узнать, есть проблемы или нет. У этой девушки снова возобновился туберкулез. И этот вирус, который теперь в ней снова появился, иммунитет против лекарства. И никакое лекарство не воздействует на нее. Я передала слово этой сестре. Она не хотела слушать. Она ушла. Я не знал ни номера, и мне было очень жалко. Прошло четыре месяца. Зазвенел телефон. Это была мать Мисона. Она спросила, пастор, у вас завтра есть время? Я сказал, да. Где-то с трех до четырех есть час времени. Она сказала, я приеду к вам. Итак, она приехала с Мисон. Мисон не хотела верить в Иисуса. Но мама заставила. Я спросил, Мисон, ты когда-нибудь слышала, что молитвой люди исцелились от болезни? Тогда она закричала, да какое-то иметь дело ко мне! Я был так удивлен. Я же не могу ругаться с нею. Я спросил, Мисон, что случилось? Она даже капли, у нее не было интереса к духовной жизни. И только атмосфера ухудшилась. Я раньше всегда так уверенно передавал слово, но в тот день я стал грешником. Мне было очень трудно общаться с этой девушкой. И прошло где-то десять дней, и Мисона снова позвонила и говорит, «Пастор, у вас завтра будет время?» Сказал, «Да, конечно». Приходит такое-то время. Мы договорились. Но перед тем, как прийти, я переживал. Ведь ни разу так не переживал. Но вдруг она будет снова злиться и ругаться. Она приехала. Я сказал, «Мисон, за десять. Я не долго буду говорить. Буду мало говорить. И надо даже рассказать о прощении грехов, правильно? Я несколько раз переживал. Вдруг ей что-то не понравится, поэтому осторожно передавал слово. Я же не могу с ней ругаться. Надо хорошо относиться к будущей пастора. я сказал. Я рассказал о прощении грехов. Я сказал, «Мисон, веришь ли ты в это слово?» Она говорит, «Да, я верю». Тогда я не поверил, что она верит. Правда, я не мог поверить. Я спросил, «Мад Мисона, вы верите в это?» Она говорит, «Да, наши грехи уже омыты». И затем мать Мисона рассказывала, «Недавно они были в больнице, и после курса лечения они выходили из больницы. Главный врач позвал ее и попросил пообщаться. Она вошла к нему в кабинет и общалась. Врач говорит, «Просите, конечно, но у меня есть просьба. Пожалуйста, не приходите до шабаницу. У нас нет ни одного лекарства, которое может излечить его». Но врач говорит, что меня мучает совесть, потому что я же не могу никак помочь. Уже вся вирус имеет иммунитет против лекарства, поэтому никакой лекарства не воздействует на нее. и когда я выписываю, мне кажется, «Оно только портит ее здоровье, оно не может помочь, поэтому я больше не могу так. Пожалуйста, не приходите в нашу больницу». Что на это можно сказать? Она сказала, «Хорошо». Она села в машину, приехала домой и высадила мисон. «Это ведь значит, что мисон скоро умрет». Мать мисона вышла и шел сильный дождь. И я шел под дождем и шел в центр города. Я плакал и плакал. Она говорила, «Ой, мисон, если тебя не будет, как я буду жить? она плакала и плакала. Она не могла показать слезы перед дочерью. Настал вечер. Она подумала, «Надо возвращаться домой». «На пути домой?» Она проходила мимо дома гадалки, которого она лично знала, и постучалась туда. Они хорошо знали друг друга. Она часто с ними встречалась. «Почему ты пойдешь под дождем?» И говорит, «Ну, были причины». Гадалка дала полотенце, она вытерла волосы. Потом мать мисона говорит, «Хоть что скажи, я сделаю. Только покажи, путь, как я могу спасить свою дочь». Когда гадалка засмеялась, сказала, «Есть два способа». «А что за способ такой? Пожалуйста, расскажи». Нужно заплатить большие деньги, принести обряд буддийский. И надо принять духа. И если мисон станет тот же гадалкой, тогда сможет получить жизнь. Мать думала, надо спаси мою дочь. Надо как-то спасти мою дочь. Надо спаси ее. Но в то же время была одна мысль. Как бы не хотелось, чтобы наша прекрасная дочь становилась гадалкой. И она спросила у гадалки. «Ты же сказала, что есть два способа». Ну да. Хорошо, первый способ это принять какого духа и стать гадалкой. А второй способ в чем заключается? Она смотрела на нее и потом сказала «Это верить в Иисуса». И знаете, слова гадалки были намного эффективнее, чем слова пасторов. Она подумала совершенно верно. Надо обратиться к Иисусу. Надо обратиться к Нему. и потом она вернулась домой. Иисус спала. Она взяла руку спящей дочери и про себя молилась, чтобы не разбудить свою дочь, говоря «Пожалуйста, ты спаси мою дочь». Так они молились. Потом прошло немного времени, мать Мисана сказала «Дорогая, у меня есть к себе слова некоторые». Да, мама, что случилось? Я принесла обряд и гадалка сказала, что если ты поверишь в Иисуса, сможешь жить. Мисана слушала, потом открыла уста. И она сказала «Мама, я не хочу быть гадалкой, мне страшно, я правда не хочу быть гадалкой». Но тогда мать сказала «Ну что поделаешь тогда? Иначе тебе нужно будет поверить в Иисуса». Что надо поверить в Иисуса? Я не хочу быть гадалкой, лучше стану верующим в Иисуса. И в тот день у Мисан формировалась новая душа. Да, Раш так осторожно я говорил, но я передавал слово. И когда я закончил говорить, Мисан получила прощение грехов. Мисан сказала, «Мама, сегодня такой странный день. Больше часто я слышал слова пастора. Ведь не было подобного». В тот день они обе получили прощение грехов и очень радовались. И затем они ушли. Они шли в другом городе. Я не знал ни адреса, знал только контактный номер. И в университете Чунгнам было тогда мероприятие. Когда я выходил, я увидел, что мать Мисана с Мисоном стоят и ждут меня. Я был так их видеть. И Мисан ей стало намного лучше. Я спросил, «Как вы поживаете, Мисан?» И она говорит, что у нас есть много имущества, поэтому я хорошо и неплохо живу». Я сказал, «Купите что-нибудь вкусное для Мисан». Тогда мать Мисана говорит, «Пастор, проблема в том, что она много есть». Перестала принимать лекарства, ее желудок стал крепким. Все хорошо переваривать, так прекрасно ведь. мать. И это была последняя наша встреча с матерью Мисана и с Миносом. Потом прошло время, и мать Мисана позвонила и говорит, «Пастор, моя прекрасная дочь откликнулась на зов Бога. я был благодарен Богу». Так вот, эта сестра, которая работала в аптеке, когда люди приходят покупать лекарства, да, они периодически начинают покупать лекарства. Если же не будут принимать, тогда образуется иммунитет у болезней. Поэтому эта сестра, которая работает в аптеке, звонит им и говорит, «Приходите в аптеку. У вас еще есть лекарства? Нет, уже закончилось». «Тогда почему вы не покупаете лекарства? Ой, у меня нет денег». Надо все равно есть, иначе беда случится. А у меня же нет денег. Вы сначала возьмите и дают лекарства, потом деньги появятся, вернете. 20% возвращают деньги, остальные не возвращают. Она давала все равно лекарства. И она говорит, «Пастор, разве это недобро?» Я сказал, «Да, это добро». Однако это недоброе. Почему? Я пояснил. Однажды я в Америке проводил библейский семинар. Одна сестра, которая занимается продажей аксессуаров, подарила мне вот столько золотых цепочек. Я их оставил там. Потому что в аэропорту точно это станет проблемой. Я часто летаю на самолете, и поэтому надо торопиться. Я вышел в аэропорту, и на нету. «А можете открыть сумку?» Я сказал, «Конечно». Я открыл, и там вот эти вещи. А потом, «Ой, беда!» Да, случай, где уксумак пытался с контрабандой привезти золото. «Да, кто-то положил туда». Я пояснил. В Америке люди не ходят с украшениями из чистого золота. Так возможно только в Корее. В Корее очень высокая безопасность, но в Америке очень опасно ходить только в золотых цепочках. Я объяснил. Но сотрудник таможни говорит, «Я не могу отличить позолоченные украшения от настоящего. Надо было декларировать». Я сказал, «Ой, простите, конечно». Потом я спросил, «У вас есть нож?» «Да, есть». Я сказал, «Можно мне принесли нож?» Я говорю, «Пробуйте вот так протереть». И сотрудник говорит, «Можно? Я не беру свой сны». Я говорю, «Да, конечно». Начал резать. Внешнее золото, но внутри есть другой металл. Это не золотое украшение, а позолоченное украшение. Верно? Я сказал сестре, «Сестра, ваше добро — это наложенное добро». Настоящее золотое украшение, как бы ни трогали. Без конца должно быть золото. золото. вы хотите что-то иное, это не настоящее золото. Вы делаете доброе, но это наложенное добро. Внутри есть зло. Если мы добро, до конца мы должны быть добрыми, но у нас нет добра. Только внешне мы можем быть добрыми. Мы можем казаться хорошими, в отличие других. Но истинный наш вид. Слово Библии говорит, что у нас есть только зло. Поэтому мы не должны освышать свое добро. Человек, который попался разбойником, как получает спасение, скажите? Он ничего не сделал. Все совершил Иисус. В Ереме 31, главе 34, стихе написано, «Я прошу беззакония их». Грехов их уже не воспоминал. Более говорит Господь. Кто очищает наш грех? Бог. Иисус делает. Поэтому Бог послал Иисуса на землю и был распятен на кресте. И таким образом получил все наказание за наш грех. мы стали чистыми. Не мы должны что-то делать, прилагать какие-то усилия. Ваше добро — это просто одноложенное добро. Если мы проникнем, мы увидим, что ничего получится, как этот человек. Иисус должен все совершить. Что вы, что я, мы согрешили. И для того, чтобы очистить наш грех, Иисус был распят на кресте. И когда Он был распят на кресте, наш грех Иисус очистил совершенным образом. Понимаете это? Он пролил кровь, и Он страдал и очистил наш грех. Теперь мы не должны называть себя грешником. Да, мы согрешили, но кровью Иисуса мы стали белее снега. И мы должны поверить в это. Не я что-то сделал, чтобы стать праведным. Не своими усилиями я стал праведным. А то, что может гриму очистить, он не что-лишь кровь Иисуса. Библия говорит, что кровь Иисуса Христа очистила мои грехи. Когда я был в Гане, я встретился с президентом Ганной. Президент сказал мне, я сейчас прохожу лечение, но мое состояние только ухудшается. сегодня утром, когда я проснулся, я подумал, что у меня осталось меньше пяти дней. Я спросил, господин президент, откуда вы знаете, что вы грешник? Он сказал, я же согрешил, поэтому я грешник. Я сказал, это не так. Он удивительными, удивленными голосами смотрел на меня. Я спросил, разве в Гане приносит выговор тот, который согрешил? Ведь не так. Кто будет выносить приговор? Судья. Совершенно верно. Я спросил, господин президент, вы когда-нибудь видели приговор? «А где оно?» Я сказал, «Вы хотите посмотреть?» Я сказал, «Есть Библия». Отседите, я вам покажу. Я прочитал Кремль 3-ю главу 23 стих. «Потому что все согрешили, лишены славы Божьей». Здесь написано, что мы точно согрешили, и мы грешники. 24 стих говорит, что мы не грешники, получая оправдание даром. Через то, что Он благословил нас и просил наши грехи, ничего не сделав, по благодати даром, мы получили оправдание. Кто сделал? Бог сделал. Он говорит нам, что у нас нет греха. Нет, я грешник, Господи. Да нет, я же умер на кресте за тебя, говорит Иисус. Аминь. Мы верим в это. Понимаете? Все ваше доброе, считаете, что это мусор? И смотрите только на крест Иисуса Христа. А крест говорит, что Иисус Христос умер за нас. И через смерть на кресте Иисус завершил вопрос нашего греха. Я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспоминал более. В этом мы должны поверить. Не верьте своим мыслям. И тогда вы будете святы. Будьте совершенными. И в истории в которой человек попался разбойником он ничего не сделал. Все сделал добрый самарянин. Понимаете это? За наш грех мы ничего не должны делать. Надо поверить, что Иисус Христос ожил за нас. В это надо поверить. Кровь Иисуса Христа очистила нас, сделала нас праведными. Вот так веруйте. Если мы будем верить, Дух Святой будет действовать в вас. И это есть вера в Иисуса. Аминь. Аллилуйя.